Почти 300 фактов вывоза топлива из Казахстана пресекли за последние два месяца. Об этом сообщили в Комитете госдоходов. С момента введения запрета на вывоз бензина, дистоплива и отдельных видов нефтепродуктов из нашей страны Стражи порядка выявили 94 факта правонарушения. О том, почему происходит переток ГСМ в другие страны, мы поговорим с экономистом Сапарбаем Жубаевым. Он выходит с нами на прямую связь. Сапарбай Душанович, скажите, почему государству пришлось повысить цены на топливо? Какие причины этому послужили? Добрый вечер студия. Действительно вопрос повышения цен на топливо в Казахстане экономисты уже обсуждали где-то 5-6 лет. Потому что мы в Евразийском экономическом союзе, а дисбаланс цен всегда обеспечивал переток дешевых бензинов в другие республики, ну соседние республики, в Россию, Киргизстан и Узбекистан. Чтобы вот это ограничить, цены должны быть дисбалансированы. И поэтому экономисты предлагали повысить цены не слишком высоко, как в других республиках. Например, сегодня в Узбекистане дизель у нас 260, а там 400. Не так, как чтобы 400, но хотя бы где-то 20-330. Мы экономисты сейчас могут сказать, что те, которые принимаемые меры, они еще недостаточные. Вот, например, бензин 92-й в Узбекистане 350-400 тенге, а у нас 205. Этот механизм коррупции еще будет продолжаться. Многие эксперты и ранее утверждали, что если не повысить цены на топливо, то переток его в другие страны будет продолжаться. Это, в свою очередь, приведет к дефициту ГСМ. Как вы считаете, после повышения стоимости топлива мы избежим его нехватки? Совершенно верно. Хотя мы очень много производим бензина и дизеля, которые по расчетам достаточно. Из-за того, что наши коррупционные схемы перепродают наши дешевые топлива другим республикам, чтобы от дефицита уйти, надо рыночная экономика перейти, и цены должны быть более лояльны. Если 1-2 миллиона людей будет у нас нуждаться, остальные где-то 18 миллионов населения Казахстана должны платить больше налогов. Из-за того, что они больше применяют бензин или производители больше будут получать прибыли, инвестиционные доходы у них будут больше. Они будут платить налоги, и вот этот час налогов целенаправленно направят на помощь для нуждающимся. Таким образом можно решить. А не так, чтобы всем было дешевое, и всем, даже те, кто много зарабатывает, или самые достаточные, они применяли дешевый бензин. Это неправильный ход. Благодарю за уделенное время. С нами на прямой связи был экономист Апарбай Жубаев. Продолжение следует...